Это Залани, друзья. Кто-то здесь был в этом месте, когда вы ездите на экскурсии по Алани, сюда завозят есть баклаву с мороженым. Терпмен Аглу. Вспоминайте. Буквайлов Алания там. Это улица 25. Давайте чуть на солнышко сейчас. Ну ладно, мы его сейчас там еще увидим. По-любому еще увидим. Время 5 часов 11 минут. И сейчас 19 градусов. Музыка. Это выборы, выборы. Ездим в рекламу. Возможно, сейчас, если ветер будет еще сильнее, прохладнее. Сейчас я одену ветровочку, свой дождевичок. Хорошо, что я его взял. Ну и само собой теплый свитер лежит у меня в рюкзаке, друзья. И днем было немножко теплее, но прям сказать, что сильно жарко было, я думаю, что не было. Есть ли шторм мы сейчас увидим? Не знаю, наверное, есть, потому что ветер дует. По-моему, он с моря дует. Что еще? Для тех, кто здесь, прежде всего, важная информация. Пришла всем нам, кто здесь живет. Смс от... Ну, как оно? По-нашему МЧС, короче, я не знаю, как оно правильно называется. Вернее, знаю, но не помню. От МЧС предупреждение о том, что завтра ожидаются сильные ливневые дожди, силевые сходы грязи в горах и так далее. Ну, то есть, неблагоприятные погодные условия. И мой прогноз, он также показывает на завтра, на 10 где-то вечера, осадки 10 миллиметров. 10 миллиметров-то очень много, потому что они там бывают. 1 миллиметр, 2 миллиметра, 3 миллиметра, насколько я помню, это уже дождь такой хороший. А 10 миллиметров-это реально такой ливеняка. И там нарисовано даже на... Ну, на время где-то после обеда уже дожди, потом пару часов вроде как их нет. Но очень хочется верить, что их не будет до вечера. Пусть они идут хотя бы там после 8-9 вечера, чтобы весь день не испортить людям. Особенно отдыхающим, конечно, кто приехал, кто платит здесь за каждый день. И каждый день у вас на вес золота, вам не нужны ни шторма, ни дожди. Вот если бы ветер не дул, в принципе, нормально. Особенно даже, если еще и на солнце выйти, даже в тени. Без ветра более-менее нормально в футболке. Но если сейчас будет он продолжать дуть, то дождевичок сейчас достану. Если бы я сидел просто на лавочке или стоял на месте, не двигался, я бы уже одел бы его, конечно. Выйдем мы в районе... Ну, в районе часов. В районе часов мы сейчас выйдем, посмотрим как раз на градусник. Возможно, на солнце он будет больше. Может быть, он 20-21 будет на солнце показывать. Солнечная сторона этого градусника. Ну, в футболке он один парень из 3, 5, 6 из 7. Так они в легких свитерочках все. Но то, что я иду в футболке и не одеваюсь, друзья, можете поверить, это значит, как минимум, не холодно. Потому что вы знаете, что... Я южанин, я мерзляк. А турчанившись, я стал, как турки, относиться к любому холоду. Ну, конечно, не до шубы в плюс 15, но тем не менее. Как многие из вас не мерзнут, я мерзну. Я все чаще смотрю свои видео 19-го года, когда приехал. Блин, и вот эти же дни я там хожу. Когда я тут в футболке только когда встал, несколько дней. Да, там хожу очень часто зимой, в футболке видно по мне. То есть мне было тогда теплее, хотя оно по градусам было практически то же самое каждой зимой, что я говорю, что в феврале. Но у меня было, по моему ощущению, оно было теплее. Вот на солнышке сейчас. О, моментально. Ну вот шаг сделал, встал на солнце. Ну, 21-22, 100% на солнце оно есть. И ветра здесь сейчас нет. Вот, и все хорошо, что я не оделся пока. Пока оно было бы лишним. Тем более я бегу с рюкзаком на спине. Ищусь очень тяжелым, потому что я набрал много очень всего. Не знаю, буду с еды кошачьей. Буду снимать или нет. Планирую до ананасочки дойти. Сейчас посмотрим на волны. Температура воды в море около 18 градусов, где-то плюс-минус полградуса, так примерно. Она была уже теплее. Она была на Клеопатрии пару дней назад, около 19. Потом вот началась эта пылевая буря, вот это заслоняло солнце. Кстати, пока не обратил внимание, что там солнце. Насчет этой пыли завесы. Вроде ярко светит. Да, сейчас солнце открыто. Без пилементы. Справа библиотека большая. Это мы в районе Арсенфисиди. А вот бархан отеля по балконам. Я забыл, что мы выходим. Арсета дальше будет. Бархан, вот он получается. Так, сейчас мы в стене выйдем, наконец, на шелнышко. Парикмахерскую убрали. Я здесь раз подстригался. Итак, мы ходим на главную улицу. У меня татюрка. Ну что? Ну да. Ну да, на солнце совсем по-другому. Так, градуса плюс 3 примерно сразу. Продолжаю, счастливые дети, нести кока-колу. Я вчера показывал, как раздают в штабе кандидатов. Предвыборном. Раздают орешки, колу там. По две бутылочки каждый несет. Пацаны довольны, убивают с этой колой. Встаю, греюсь. Пока тут солнце четко есть, можно нагреться. Смотрите, какая красота. Наслаждайтесь солнечным. Много машин, вы видите. Движение активное довольно. Когда солнца там много, не только людей, но и машин тоже. В районе Паша ресторан, вы увидите. Сейчас выглянем на море хоть чуть-чуть. Но я так думаю, что шторма нет. В принципе, уже вижу. Того, что вчера было, нету сейчас. Да, да, на градуснике на солнечной стороне будет, конечно, больше 19. Но сейчас убедимся в этом. Здесь вот прям вообще сейчас как в рай попал сразу. Вау. Друзья, не забывайте, кто загорает, что это солнце также за час может вас спалить. И вот эти болт ожоги потом, поэтому имейте в виду, предохраняйтесь. Вчера мы гуляли там, часовая прогулка. Вот тут я где-то стартанул, и мы дошли с вами. Да, вас почти до маяка довел. Посмотрите, кто не видел, часовая целая прогулка. Тюльпаны ходили, смотрели в центре также. Ну, людей есть немного, но есть по берегу. Не, не туристы, наверное, просто местные. Загорающих, купающихся. Не вижу свежий ветерочек, все-таки он, да, он обдувает. Не дает солнцем этим сполна ощутить его жар, потому что он свеженький, разбавляем. На Клеопатрии по-любому сегодня купались люди. И сейчас может купаться, потому что вчера был шторм. А вот пыль в горах, смотрите. Вот это точно не дождевая туча, а вот над горой все черное. Зума нету, но я думаю, вам видно. Вот по сравнению с тем светлым небом. Ветер, да, ветер, я же сказал, ветер дул с моря, и он всю пыль угнал туда. Она туда выше Элафаланья, видите, там черное. Все, вот белые облака, какие они должны быть без пыли, а вон черная пыль, это ужасная. Африканская. Ее завтра дождем собьет, кстати. О, точно. Завтра ее собьет, и ее не будет послезавтра. Ну, если новая порция не подтянется. То есть все вот это же сейчас в небе летает, она же не выше облаков, а ниже. Дождь все это погасит. Послезавтра посмотрим на ясное небо там в горах. Я уже не боюсь смотреть на тебя. Если вчера у меня еще какие-то сомнения были иногда, что может быть все-таки тут дождевая туча. Сейчас я понимаю, что вот тут черная, а то не дождевая, то именно пыль это. Так, ну опять я в тень попал, елки-палки. Опять мы идем в тени сейчас. И на завтра вот это вот штурмовое предупреждение. Но по многим... По многим провинциям. Арсенфи-сити что-то там немножечко марафетят, а там кран работает. Что я в тень залез? Идемте на солнце. О, уху-ху-ху, а вы что? Сразу, сразу. Там иду сейчас, думал о том, что холодно, а тут выходишь и сразу все. Не то, что комфортно, а даже жарковато слегка. Так что не удивлюсь, если он на солнце сейчас и 23, и 24 покажет все, может быть. Сейчас посмотрим. Ну хотя вряд ли, наверное, 22, не больше. Друзья, еще раз новеньким, пользуйтесь поиском по каналу. Вам надо узнать, допустим, какая погода в конце марта. Там, где поиск по каналу, вводите. Ой, не вижу, что он неужели 27 показывает. Сейчас ближе подойдут, и что-то, кажется, уже 27, или 23, или 27, что-то я не вижу. Поиск по каналу, вводите слово марта, и выдается в столбик вам все абсолютно, то, что за все пять лет, все погоды, за каждый день, и вы смотрите любые числа, которые вас интересуют. И, халл, дочь вам, красавец, конечно. Красавец, однозначно. Да, хозяин заботится, держит. Она нулевочка, как будто только с завода выехала вообще. Даже не верится, что ее мыли или протирали. Она настолько нулевая вообще, просто бомба. Так, Арсен Фисити родной. И Эвталия. Неужели 27 он показывал? Не, ну, в принципе, чего удивляться. На солнце его может... По ощущениям, конечно, их нет. Это на солнце где-то на 23, да, 20, 27 показывает солнечная сторона, друзья. Значит, я сильно мерзну. Раз я не ощутил... Ну, хотя мне надо постоять на солнце. Я ж, видите, опять иду, а ну в тени. Если я на солнце постою 10 минут, а, да, возможно, тоже осознаю, что 27. Ну, вы к этому относитесь немножко с юмором. А на самом деле, конечно, не 27 сейчас. Максимум 25, я все-таки думаю. Человек вам тоже фоткает, сколько градусов показывает термометр. Осторожно, велодорожка. Ну что, пройдем еще чуть-чуть. Хочется вас выключать. Слоника вроде не вижу. А есть слоник. Есть слоник. Давайте еще на море посмотрим здесь. В тени вот, да, сразу хочется ветровочку надеть. Потом уходишь на солнце. Вполне ничего себе так нормально. Может и есть 27, да, потому что очень чувствуется. Одно солнце выхожу и сразу... Разница ощутима. О, таксета какая. Но не 27 все равно, нет. Не 27 однозначно. Хотя, хотя, вы знаете, вот опять же, может быть. Ветра, когда абсолютно нету, вот и в зоне этой солнечной, то... Ты что, да, у меня лоб вспотел сразу, пока я там постоял. Сколько я там постоял? Минута не прошла. Котюный привет. Челенький. Ты что, ко мне бежишь? Не надо, вчера или когда я тут был. Вот, а черный кого кормил. Ты ко мне или нет? Пойдем туда, я буду слоника кормить. Идем. Что, это есть хочешь? Пойдемте. Идемте он к слонику. Черный где-то. Идем, идем сюда. Вон слоник сидит все уже. Увидела меня. Слоник. Слоняша. Слоняша. Нет. Ты не похудела? Ты бедная, красивая. Нет. Нет. Ты бедная, красавица. Боже, а вы что, все голодные, что ли? Что у тебя с глазиком, малышка? Травма прям над глазом. Надеюсь, глаз у тебя останется целый. Очень надеюсь. Да, тебя лечат. Повезло тебе. Сейчас дает. Слоник, я решил все-таки одеться, друзья. В тени постоял, решил одеться. Так, а что-то вы все не голодные. Все побросали еду и пошли гулять. Слоник на пляж пошла. Не на травку. Все, слоник, увидимся. Немецкие люди, не знаю, туристы даже вообще здесь. Тут тень, 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 тень здесь есть. Есть вроде. Смотрим в тени, сейчас сколько показываю. 21. Ну да, да, да. Согласен, да, в тени реально 21. Тут даже не спорю вообще. Но на солнце я бы дал максимум 25. И то, чтобы пощутить их, надо, чтобы вы постояли на солнце, да, хотя бы полминуты. И оно сразу ощущается, да, классно. Солнце, огонь вообще, конечно. Давайте еще пройдем. Вообще не знаю, буду ли снимать. Давайте уже идем. Длинные прогулки, друзья, возможно, пока не пришла, конечно, жара. Потому что, когда будет жара, длинные прогулки, возможно, будут только ночью. Поэтому наслаждайтесь. Сейчас лучшие три месяца впереди для съемок. Именно для длинных прогулок. Да, ветерочек дует, знаете, освежающий. Я одел уже этот самый. Думаю, не зря все-таки. Если бы я шел по солнцу все время, да, я бы не одевал бы. Так, футбольные фанаты. Я так и не понял, матч будет сегодня, что ли, в Алании. Видите, много по городу. Забыл, вы мне написали. Я забыл, какие команды будут сегодня. Вот, бригада стоит фанатов футбольных. Не могу прочитать. У них на шарфиках то есть эмблемки. Я их просто не вижу сразу, чтобы прочитать слово какое-то четко. В Норноволане футбол, раз они здесь приехали сюда. Видите, вот то все, вот то все пыль, друзья. То не дождевые, то очень не грозовые, то все пыль вот там вот. Все пыль, которая завтра дождями будет уничтожена, но я надеюсь, что не будет послезавтра уже. Также-то эта котюля гуляет, наверное, которая на лавочке живет. Пусто. Там фонтанчик работает. Напоминаю, что вот там за банкоматами скверик уютный, где можно в тени посидеть. Особенно летом там классный фонтанчик работает. И никто про него почти не знает. Люди проходят и голову даже влево не поворачивают. О, видите, здесь уже он, его почти шестой. В шестом пляже почти уже. Почти готово. Даже и не верится, что еще меньше, чем неделю. Да, это все были блоки просто каменные. Вон она, это Катюня. Она смотрит, как спортом люди занимаются. Спортсменка, наверное. Любит, спортсменка. Привет. Ты голодная? Странно, тут куча людей ездит с хормом и ходит. А что ж она пролетела? Наверное, куда-то отходила. Потому что, видите, какая она голодная насколько. Вот тут тюльпанчики в том году тоже были. Да, с тюльпанами в этом году у нас какое-то опоздание. То ли их позже посадили, то ли по каким-то другим причинам. Они позже в этом году. Ну, когда приедете, тут будут по-любому цветочки. Видите, сейчас тут еще ничего нет, кроме дикой травки. И то красиво. Дэм Нурат Юджель, уважаемый мэр наш. Унал Ирин будет сидеть в избирательной комиссии в школе на каком-то участке. Я потом спрошу у них, можно будет, если прийти, мы вам покажем, как люди голосуют, как это происходит. Если пусть от меня туда. Привет, моя одноглазая принцесска. Плевент, привет, 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 одноглазик. Что, ты тоже голодная? Сейчас я сегодня не с ума суть не проходил, не кормил, что ли? Давай. Я бы назад идти без камеры, когда я тебе водички налию, поставлюсь здесь. Сейчас не хочется махать зрителями моими. У них потом голова кружится, когда. Все, приятного аппетита. На солнышке она загорает, на стол таки лежит. Ну, думаю, что в этом сезоне ничего здесь не будет, в этом отеле. Его, наверное, перекупили, у него будет потом новое название. Но не в этом сезоне. Хотя, вы знаете, если вот именно усиленно начать что-то делать, а турки это умеют, строители, то, в принципе, его за три месяца можно сделать. Розелла, кто был в партии, Розелла, в Киевсе. Вот это мимоза, 90% из 100%, потому что всегда находятся зрители, которые говорят, да нет, это не мимоза. Ну, как видите, она цветет. Цветет. Хотел до часов возвести, ну, блин. Ну, как такое солнечное. Ну, вот сейчас идут тут по солнышку, но тут ветер сильный. И 25 точно не ощущается. Максимум 22 где-то. Ай, красота какая, да, согласитесь, друзья. Аланья Чокгузель. Скоро-скоро кроссовочки отправятся на отдых, и мы будем ходить в шлепанцах до декабря месяца. Я летом кроссовки не обуваю даже. Даже когда иду куда-то в какие-то официальные учреждения, я не могу просто ходить в кроссовках и в носках. Кто меня смотрит, узнает, что, да, я всегда рассказывал, как меня смешит, когда люди выходят с моря, начинают напяливать носки, а потом кроссовки. Ну, я просто как на инопланетян смотрю. Побольше хочу вам, чтобы больше насладились этим солнышком, этим. Воздух потрясающий сейчас здесь, друзья. Воздух просто легкий-легкий, приятный морской. Почти его не слышно. Легенький он такой. Больше свежесть такая, зелень, пальм. Да, не хватает светочих апельсин, запаха. Цветущие апельсины в оба, будем нюхать скоро там, мои любимые улицы. Сегодня была мысля, может быть, в оба на рыночек, но потом думаю, не, ладно. Так, вот она, я за нее хотел только вспомнить, думаю, где же она? Там и вот они. У тебя глаза как красные, да, такое впечатление, что они у тебя красные. Залезла, молодец. Давай. Солнечко, пожалуйста. Мои, кусается. Ушки, когда вот такие, видите, друзья, это счастливая кошка, которая больше не угрожает. Никакие проблемы, она стерилизованная. Больше ее никто не потревожит. Можно снять повезло, да? Да, вот такие ушки. Либо треугольничком, либо просто краешек уха обрезаны. Вот они помечают, чтобы знать, что кошка уже стерилизованная. И спокойно живет много лет, как вот Режи наш в Тосмуре. Соскучились уже за немногие, я знаю. О, а тут, смотрите, какая красота лежит. Какая прелесть лежит здесь, да? Чистенькая, ты чистенькая такая вообще. Чистенькая, чистенькая. Кушать я тебе принос. Иди. Давай, отсюда. Пережили котейки зиму, да? Ну, этой зимой не было моментов, когда я за них переживал. Даже гуглить начинал, помню, прошлой зимой, когда у нас ниже 8 градусов было. Или вообще ближе к нулю, там, помню, была ночь или две такие. Я начинал гуглить, какая температура для кошек опасная. А потом, ну, находил, что кошки многие могут всю зиму жить и при нуле, и при минус 5, и даже при минус 10. Вот ниже минус 10, по-моему, опасная температура, нельзя долго. Чем дармо-трафик. Пляжи Парадор и Монарт-Сити следующие. Я думаю, что так сделают сезоны, друзья. Да, вот, видимо, сейчас, что ничего нет и ничего не будут делать, но отель Парадор, если будет работать, пляж по-любому будет. Как минимум, как минимум, будут лежаки, будет нормальная территория с душем обязательно. Душ будет, если даже не будет кафешки. Но я думаю, что все сделаем. У них вот эти мешки с цементом лежат уже здесь неделю. Можете написать в комментариях, что было бы, если бы мешки с цементом вот так вот лежали возле... По улице где-то в нашем городе, да? Месяц подряд. Что с ними было бы. Я все с надеждой смотрю и все-таки верю в то, что одноглазая наша однажды, может быть, появится. Отель Арси там, друзья. Вот новый корпус, как раз вы видите. Вот он, новый корпус, который построили. Получается, отель Арси там принадлежала только, где проходили ужины. Первый этаж, да, зона возле бассейна. А сверху были не их, не их здание было. Они все выкупили. Я вам показывал, как шел ремонт, и они отстроили новое здание. Монорсити, видите, уже работы продвигаются. В апреле они будут открываться, наверное, в конце апреля или в середине апреля. Вот оставили будку, это типа туалет, да, так понимаю, туалет остался. Все остальное убрали, будут делать заново все. Ну что, гуляем дальше? Я бы всегда на насечке давил бы с удовольствием. Ну, посмотрим. Просто очень долго загружаются. У меня видео вчерашнее весело 21 гигабайт. 59 минут продолжительность всего. И она нагрузилась сегодня аж часов до двух дня. С вчерашнего вечера с этим интернетом на 2 мегабита, на 3. Так, а время... Когда ж я буду запоминать время, когда я называю первое время, когда я начинаю съемку? Минут 10 было 6, да, не больше. Полчаса мы где-то идем примерно. Еще даже меньше, наверное. Что ж Монорсити не сидит на столбике. Неужели она опять автобуса ждет? Не, не видно. А где ж ты тогда Монорсити? Ладно, я еще назад буду идти, посмотрю. Потом нету на остановке. Нету здесь. Еще раз напоминаю, если вы даже выходите в марте с отеля, да и в апреле тоже. Если жара с вас падает, подкапает, если вы даже в шлепанцах, футболках, там, шортах. Но если вы знаете, что вы будете домой возвращаться после пяти, после шести вечера в отель возвращаться, обязательно берите теплую одежду, потому что все очень быстро меняется и погода может измениться просто за минуты. Просто все может измениться. И вы замерзнете, если у вас не будет с собой теплой одежды. Ну, хоть какую-то, хоть какую-то ветровку берите с собой хотя бы. Всем привет, кто уже оплатил туры, кто сидит на чемоданах почти, проверяет, а целый ли чемодан. Рад за всех вас, друзья, да. Даже, если честно, даже не верится, что так быстро прошла зима. Я что-то думал, что она будет затяжная, депрессивная, тяжелая какая-то. Но, слава богу, она как-то вообще пролетела, что даже и... Мне даже очень хочется сейчас, честно скажу, чтобы очень дольше растянулись вот эти вот все месяца до июля. Чтобы они дольше тянулись, чтобы можно было больше погулять спокойно, не мучаться от жары. Не знаю, какая она будет в этом году, потому что в прошлом году очень сложно было пережить жару. Чаечка такой, да, то чаечка, не калпа. Так, я здесь тогда пока не буду сейчас поворачивать котеных, сейчас за мной побегу. Пройдем пока туда. С этим я потом пообщаюсь на обратном пути. Теннисных столах полно людей. Человек в шапке и в шортах. Ну, что-то такое интересное сочетание. Девчонки по-летнему одеты, им не холодно. Туристки или нет, интересно. Увидел, а я еще думаю, увидит или не увидит. Ну, все, все, привет, малышка с нашей пятерочки. Привет. Пойдем кушаем, пойдем. Увидела, молодец. Как вы были маленькие. Ну, такими были маханьками. Ромка ходил, вас кормил каждый день. Да, еду мягкой, вкусной. Ты гладиться хочешь? Гвоздик. Кушаем. Кушаем. Пройдем. Пока делал рукавичку, идем. Пятнашку погладим. Тут людей сейчас немного, я думаю, по той причине, что рынок Воба сейчас вечерний и все там. Потому что тут сейчас вот как-то людей мало довольно будет. До рынка Воба отсюда. Ну, скажем так, через 20 минут мы там будем. И сейчас мы отсюда туда пойдем. А мы не пойдем туда. Что, уже без 15.6. Свежо, свежо. Вот на этом, когда солнца нет, тени свежо. Хочется мне даже застегнуться. Так, он, по-моему, занос прицепа там и делает. Кажется. Ветер, ветер. Если ветер убрать, то нормально вполне. Ветер дует. Видите, и тут нет людей на лавочках. Все на рынке, я думаю. Занос, это ты? Да, это ты. Сейчас она занос контрольный сделает. Чем докажешь, что ты занос прицепа? Привет, а ну-ка. Она сразу контрольный занос сделает. Привет, и тебя могу погладить. Да, что так кричишь? Пойдем на лавочку. Ты кушать хочешь? Такая голодная? Не поверю. Там люди, он кушает себя. Пс-с-с, идем. Сейчас, друзья. Идем сюда. Заносик. Так, что пятнашки нет на той лавочке, где она обычно. Лена под лавочкой. Да, привет. Привет занос прицепа. Привет. Напоминаю новеньким, кто не знает, почему я так назвал. Друзья, я сидела там на фонтане, на лавочке, а она бежала отсюда. Она узнала меня. Это года три или четыре назад. Узнала меня и перепрыгнула на середину фонтана. А вторую середину она перепрыгнула и попала в воду. А был февраль месяц, не жарко было. И она выходит такая обедная вся промокшая. А потом я смотрю, что когда она ходит, ее заносит. То есть у нее проблемы какие-то с... Ну, я не знаю, с чем. А может и нет никаких проблем. Просто фирменная фишка. Я назвал, вспомнил надпись на автобусах занос прицепа один метр. Я ей дал такое имя техничное. Самое уникальное имя в Алайне у кошки. Занос прицепа один метр. Уже пошли все-таки на лавочку. А тут совсем грязно. Сейчас я вас поставлю и поездам. Посмотрите на фонтанчик. Так, погнали. Пятнадцать. Сейчас я посмотрю. Дойдем до наноски с вами. Либо нет, касаемо срока. А мне показалось, что она под лавочкой сидит. Не, не видно под лавочкой. Сонитель фонтана, раба. Моя, а, вон она. Пятнашка. Пятнашка. Привет, пятнолечка. Привет. Да, на солнышке хорошо. Да, на солнышке обалдеть. Хвостик мой. Хвостик чистенький. Летом колючки вытаскиваю. Она мне чуть ли не висит на хвостике. Я колючки достаю. Она все терпит. Покушай этой еды. Я пойду до пятна. До пятнашки, блин. Машки, мы уже пришли, скажи. Кушаем, кушаем. Красивая. Ладно, наносочки нашли. Боже, это может та худышка. Так хочется верить, что она живая. Сколько похожих от этих темных, что я тут путаю постоянно. Привет. А, вон тебе. Идем, идем. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот я тебе. Уши, чай, чай. На. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. просто от них ладно и на обратном пути посмотрим это не та черника которая была больна это другая наши за мной идет нет у тебя в домике божьей билента не это спросить спросить что с ним что не прав куда-то на лечение 15 я просто назад хочу идти и потом я к тебе еще подойду хорошо я сейчас бегаю туда канонас очки 15 летом есть кусочек курочки классные тебя дам потом подождешь меня здесь хорошо а вот это из мамок наших которая пятерых воспитывал возможно это тоже да вот это точно одна из мамок привет 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 малышка божьяки выходы я такое впечатление что тебя вообще не кормят и мы тоже спит наша ревнует я понял 15 ревнует я это точно одна из мамок приемных которая воспитывала тех пятерых котят там на велико да и такая же худая вот сколько я тебя знаю больше 3 3 года где-то да и она такая же куда как и была давать еще 15 сейчас приду я схожу туда канонасы приду к себе потом так а тут что так нам бежит еще друг пятнашки с ней всегда рядом был так-то черненькая поела пойдем сходим канонасы быстрее пока пятнашки за мной можете себе представить вот она разом но я шел ночью причем нет был настолько уставший я уже тогда прошел больше десяти километров часа в три ночи жара по моему бывающим летом июля или август и она со мной до отеля white gold дошла я на нее кричал она метров на 20 от меня отстала вот так знаете вот так прячется когда я поворачиваюсь потом опять выходит потом когда мы перешли уже стадионы она поняла что она вообще непонятно где если мы видим не стало страшно так далеко не уходила дальше дальше ананас очки на не уходил и она идет и орет блин и продолжает идти прячется ну что дошли давай голда я понимаю вижу что она орет у нее паника она не понимает где она но может быть да может и вернулась бы она конечно назад сама но решил ее проводить правда все все ненормативную лексику вспомнил которую знал в отношении пятнаше своей любимой потому что блин я я еле дошел потом сюда на лавку упал думаю ну хоть ночью просто ноги не идут сил нету а идтишь потом назад еще туда хобота и мотели вот так она учу дела поэтому я теперь вот это фух спина мокрая а впереди холодно потому что ветерочек так сегодня картинками я не дождалась тут картинка всегда сидела последний раз это было прямо тут было заставочка вставочка по неужели это ананасик или нет похуже как ананасик это ж не ты не это не ты это не ты скажи это не я не яда я монлайф там отель и канак отель который не работает вот пять лет по моему сколько здесь вот сколько она не работает хотя там даже занавесочки веса и даже когда приходили селились и даун вставочка или не воскреши есть даже когда людей а и заставочка здесь селили когда людей пострадавших землетрясения сюда в него тоже не селили то есть кому-то он принадлежит видимо нельзя не могут может быть найти хозяина нет это не заставочка заставочка следующая привет воскреший привет красавчик и на когда приедешь я тебе напомню про него помощи это писать я замахаюсь и до закончилась прикиньте закончилась еда надо пополняться на этом пакетах заставочка привет сиди-сиди куда ты сиди заставочка надо это приветная картиночка заставочка сейчас мне надо пополнить запасы еды ой а что тебе тут я так поцарапал дома боже маше с такую вот этому кусочек это как мне надо желательно по лавочку а ты не голодный вас сейчас я буду назад идти я добавлю тебе по машине на пересыпать пакета в бутылку это ананасочка должна быть воскрешение сопровожден в принципе можно и рассказать почему-то вас нет не буду потом и не расскажу да кто-то помнит смотрел наверно почему его назвал воскрешен что происходило ананасочка дремает смотрите привет привет ананасочка меня зовут скажи а меня вас грешили да с вами ромка рокер котейки это что значит значит что вы не пропадете так сейчас я поставлю вас принципе еще ставить друзья я сейчас их буду кормить дальше уже вас не поведу поэтому наверное сейчас это спасибо тем кто с нами гулял бау да лето так а что-то мне не нравится у тебя там капелька торчит со рта как будто все нормально с тобой часа курочкой протестирую сюда с ним нормально друзья мира добра позитива это пола алания 4 день хочу сказать 4 день лето 4 день марта месяца пока все это корни отель ананас почему она есть ананас очки 13 пляж не снесли буту до вас греши сейчас